всем здравствуйте сегодня у нас заключительный день зима кстати на дворе 25 ноября у нас уже минус сегодня минус 23 градусов очень холодно но это нас не останавливает у нас сегодня видео посвященное электричество коротенько я видел наверно коротенько накидаем в него там были всякие подсъемки снимал вчера мы бобины возили электричество бухта 150 метров весом 600 килограмм это главный провод который упадет от главного трансформатора до распределительного трансформатора а это мы везем маленькую бухту таким проводом точнее кабеля мы подключаем один дом подняться не может пермяшка посвятили бобину вот она поднимается братка сейчас бобину берем мы вроде заехали самый сложный тут все забили приедем дальше а что как перекинь сразу ботину да он сейчас туда выйдет затянет туда подъедет по дороге уже нормальный вот так мы перевесили а что не заведем нашу бобину уже грубо говоря не вертикально и горизонтально чтобы она на стопе крутилась и в пятером как в детстве перетягивание канатов вытянули ее вон туда в самый конец на 170 метров остаток мы скручиваем и заводим в наш распределительный трансформатор начало этой этого кабеля там и главный трансформатор который нам предоставит региональная электросеть вот так у нас выглядит траншеи метр глубиной мы оставили под ними уже лежит вода под ними уже лежит канализация мы все проложили на глубине 2,5 метра мы это все рассказывали показывали сейчас все мы это пока было тепло закопали потом подровняли утрамбовали и проложили полтора километра кабелей кабели алюминиевые вот этот вы видите кабель это у нас идет кабель от трансформатора главному трансформатору распределительному в общем у нас наши региональные электросети поставят нам туда столб кстати полгода прошло мупес девногорский уже 7 месяцев звонишь где электричество где-то там опоры лежат у них что-то сделаешь ну в общем как всегда ничто ничего не сделал бы раньше приехали бы сказать через 5 месяцев через 4 вот электричество почему норма считается 7 месяцев допустим вот есть договор есть законодательство почему норма считается не делать вообще не выполнять никакие правила три провода в канаве лежит один видите самый толстый сейчас спрыгну опа вот такой вот размером сами понимаете с лошадиный нет это вырежу не смешно так вот у нас гофра которая мы под дорогами проложим вот у нас сигнальная лента мы все траншеи просигнализируем я только вылез из траншеи по которой мы проложили сигнальную ленту сначала конечно мы проложили кабель присыпали его песком 25-30 см а уже после проложили ленту и сейчас закапываем полностью лента лежит там красная и красная гофра тоже надели мы там так же в конце побежали так ну можете масштабы посмотреть туда у нас идет на ресторан здесь у нас 200 метров траншея длиной завернула на афрейм и идут оставшиеся два кабеля один большой гигантский который у нас на трансформатор распределить второй в баню вот так получается ближе отсюда запитывать баню и афрейм а уже от второго трансформатора остальное будем запитывать сейчас покажу все здесь у нас кабель поворачивает на баню и оставшийся идет в распределительный трансформатор вот он здесь кабель большой проходит дальше это у нас администрация как вы помните из предыдущих выпусках если вы вообще смотрите предыдущие выпуски и даже этот там у нас стоит конечно смотрите там у нас стоит трансформатор распределительный у администрации мы его так изолировали за стеночку от него к нему электричество приходит вот по вот этому гигантскому кабелю и обратно ой вот по вот этому и обратно от того трансформатора оно идет уже в наши дома оставшиеся то есть там как я сказал афрейм баня вот это ресторан запитаны а эти пойдем со мной один уходит туда пойдем прогуляемся по участку уходит вон туда там у нас будет тоже дом и там будет у нас вторая скважина резервная под этой траншеей идет вода та резервная ну это между делом расскажу та резервная скважина будет сообщаться с этим кессоном если вдруг эта скважина выйдет из строя та скважина будет напомнить этот кессон чтобы у нас все не остановилось про кессоны тут не будем рассказывать это серия электричества дальше у нас один кабель в кессон заходит и пошли дальше три кабеля все на этот барм на имеющийся построенный барм и на дом наверху вот так у нас выполнена электричество мы утрамбовали все провожили камушки убрали сейчас сейчас еще раз пройдемся параллельно с эскаватором сейчас у нас приедет песок мы подснимем что-нибудь будем идти сразу подсыпать песком прокладывать ленту сигнальную и тут же трактор будет за нами засыпать эту трассу вот мы прошли всю просыпали сейчас еще подровняем кинем сигнальную ленту и все здесь у нас сегодня пять бойцов покажи наших бойцов мы просыпем вот эту часть и вверх здесь наш кабель идет дополнительно в гофре потому что у нас дорога планируется редко будет проезжать может какая-то техника может еще что-то поэтому мы защитили наш кабель все кабель нигде не пересекается лежит последовательно друг на другом перехлёста нет чтоб не перебил чтоб друг на друга не давил лежит волной грунт будет оседать у нас же там идут дополнительно канализации вода на одной глубине два стольного метра грунт может немножко оседать чтоб кабель не натягивался мы его волной пускали нам осталось просыпать ту часть нам осталось просыпать эту часть и лесную ну я думаю мы за день-два закончим опа вот наши кабельки мы дополнительно отмечаем видите один кабель уже отметили каждые два метра он отмечен красной изолентой чтоб в дальнейшем если был обрыв еще что-то мы могли где-то подкопаться и понять какой это кабель а так нам придется к нему подключаться как-то его разрезать подключаться и узнавать что именно это за капель где-то подавать напряжение где-то его считывать здесь наши бойцы уже посмотрите ведерками просыпали траншею каждые три сантиметра мы высыпаем два ведра зеленый синий белый красный черный кабель на кабель нельзя лежать чтобы надо обязательно тут сделать вот так мы еще не присыпали сейчас этот начнем тут подушку песчаную на всех выходах подойди мы одеваем гофры тоже где возможны излишние нагрузки перегибы мы дополнительно одеваем гофры все сейчас подушку наши богатыри отсыпят и трактором засыпаем паркур два месяца мы потратили на коммуникации это ад ребята это ад вы видите это уже закопано представляете это 80 сантиметров да ну там допустим метр метр 10 а было это два с половиной все было выкопано два с половиной тут горы вот такие были на этом показывал несу что несу электричество приедет подключать кто-нибудь это все трансформаторы собирать еще подстиму ну и соберу серию про электричество коротенькую хотя уже чувствую не коротенькую ладно все всем пока до скорых встреч вырубай